Обсуди свои инвестиции на сайте спонсора программы Сухой Остаток hootrades.com, первой социальной сети трейдеров. Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, и как всегда в это время мы будем говорить о том, что происходит на финансовых рынках. Тема программы, сегодня мы назвали ее так, закончит ли российский фондовый рынок третий квартал 2013 года повышением, ростом. Ну, понятно, что это, наверное, не некая стратегическая задача, да, но повышение он закончит, понижение. Главное, чтобы он, в принципе, был, жил, развивался, да, и нас радовал. Вот об этом и по с удачим. Итак, представляю гостей, сегодня в студии Сухого Остатка Анвар Гелезединов, начальник отдела доверительного управления инвестиционной компании RMG. Добрый день, Анвар. Здравствуйте. И в студии Богдан Зварич, независимый эксперт. Добрый день, Богдан. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас я напомню телефон прямого эфира, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. И начиная эфир, давайте я рисую. 15.08 уже, да, 0.7 в Москве. Рисую картину маслом. Что к этому времени случилось на рынках. Вчерашнее закрытие американского фондового рынка в лице Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq прошло отрицательно. Все-таки, наверное, отрицательно. Потому что Nasdaq такая вяло текущая, непонятно, он накрылся в нулях практически. А вот Dow Jones минус 0,4 ECP минус 0,2 процента. То есть, как бы, коррекция, да, уже третью торговую сессию, коррекция наблюдается. Ну, сейчас она все меньше и меньше, все слабее и слабее. Но, тем не менее. Далее смотрим Азия. Азия показала тоже отрицательную динамику. Nikkei просел на 0,7 процента. Shanghai Composite на 0,5 процента. Европа сегодня в лице FTSE 100, индикатора Великобритании, также в минусе на 0,5 процента. Ну, а наш рынок, сейчас я наблюдаю, хотя с утра несколько иначе все выглядело. И, тем не менее, сейчас я наблюдаю, наш рынок начинает подрастать. В частности, 0,1 процента в плюсе RTS 1447, и в МВБ 0,3 процента 1470. Рубль продолжает слабеть, как вы наблюдаете наверняка сами. И практически уже в районе 32 рублей стоит один американский доллар. Далее смотрим на сырье и на валютный рынок Forex. Бренд на процент после закрытия вчерашнего почти 110. Стоит бочка этой нефти LightSweet 103 доллара, тоже чуть-чуть подрастает. Золото в районе 1327, то есть вчера была попытка еще раз пробиться ниже 1. А 1300 пока не оправдалась, она не увенчалась успехом. Но 1323 мы видим, золото прибавляет по проценту. Это евро-доллар, 1.35, сейчас вот стартанул он буквально накануне нашей программы. Как правило, мы наблюдаем некую динамику накануне сухого остатка. Это говорит само за себя. Итак, 1.3512, индикатор евро-доллар, сейчас торгуется на этом уровне. Ну и голубые фишки сегодня в разные стороны. В основном смотрят, снижается автоваз на процент, на полпроцента норникель и НЛМК. А вот растут сегодня полпроцента прибавляет Газпром, Лукойл, 7 десятых рост с Телеком и также полпроцента Сбербанк. Вот, ну все, наверное, все остальное не очень интересно. Ну и, в принципе, сейчас мы начинаем разговор о текущей ситуации. Мне показалось, что все же рынки после недавних событий, событий прошлой недели, все же пытаются понять дальнейшую динамику, дальнейшее настроение. Слова были озвучены, действия были предприняты в реакцию на этих слов. А вот дальше опять возникла неопределенность. Сейчас эта неопределенность, на мой взгляд, связана с ближайшей проблемой по поводу госдолгу Соединенных Штатов Америки, пресловутого потолка. И об этом мы вот-вот узнаем, узнаем уже в конце сентября, начале октября. Ну а учитывая, что сегодняшняя, нынешняя неделя все-таки, по сути, последняя, да, для сентября месяца, там у нас понедельник, только 30-е число будет один рабочий день. Для сентября месяца и для квартала, то наверняка стоит ждать каких-то движений, связанных именно с этим, да, третий квартал, фиксация, наверное, там перекладывание какое-то будет глобальное, потому что это, да, начало нового, по сути, финансового года в Штатах, да, и так далее. Ну да ладно, вот об этом, обо всем поговорим. Давайте, Богдан, все же начнем, наверное, с госдолга, да, такая проблема-то масштабная. Я бы все-таки начал с Федрезерва, потому что та реакция, которая последовала на решение Федрезерва, да, она меня, ну, скажем так, немного удивила. Помните, месяц назад, когда я был на передаче, к тому моменту уже многие эксперты, начиная от Goldman Sachs, заканчивая нашими, говорили о том, что пойдет снижение объема выкупа облигаций, называлась даже сумма в десяточку из 85, меня там еще тогда удивляли эти намеки, да, и комментарии подобные, потому что, на мой взгляд, у Федрезерва сейчас нет ни одного повода для того, чтобы идти на сворачивание программ количественного смягчения по сравнению с теми объемами, которые присутствуют. В экономике, да, есть некоторые позитивные моменты, но при этом, во-первых, инфляция позволяет, и ситуация в экономике не настолько хороша, чтобы вообще делать шаги. И самое печальное в заседании Федрезерва, на самом деле, это то, что они снижали прогнозы по экономике. А на это практически вот на фоне того, что... Все говорили о том, что начнут сворачивать количество смягчений, начнут сворачивать количество смягчений, у меня такое ощущение, что никто даже не заметил. Не заметил чего? Не заметил снижение прогнозов. Скажем так, не заметили, может, и заметили, не обратили внимания. То есть я хотел, да, уточнить, ты говоришь, реакция, да, тебя удивила реакция? рынков на заявление. Ну, вот тот вынос. Такое ощущение, что действительно... Ну, все обрадовались, что... Достаточно многие ждали. И под это дело, что называется, прикрывали позиции, когда Федрезерв... И даже, я думаю, даже в большей степени, может быть, открывали шарты. И когда Федрезерв не сделал этого шага, я думаю, что прошел такой шартокрыл, вынесли на новые максимумы СНП. Соответственно. Но, смотрите, опять же, вот дальше роста не получилось. И сейчас, на самом деле, проблема в том, что если начнут сворачивать КУЕ сейчас, да, это сильно ударит по рынкам, это сильно ударит по деловой активности, да. Хотя, на самом деле, те деньги, которые сейчас в КУЕ идут, они фактически до экономики не доходят. Если доходят, то доходят вообще... Доходят только крупицы. Вот. В результате получается, что фактически на СНП сформировалась такая медвежья картинка. Начинает сформироваться. Двойная вершина. Вот. И вполне возможно, что она будет реализована, потому что американскому рынку, на мой взгляд, пара достаточно неплохо. Ну, о паре мы говорим уже достаточно давно, и в этом случае в том числе. Я благодарю, Богдан, тебя. Сейчас мы немножко прервемся. В том плане, что, да, Анвар, тот же самый вопрос. По поводу заседаний на прошлой неделе. Сюрпризом стало это для тебя или нет? Я считаю, что вот это вот желание ФРС составить программу в том же объеме было сюрпризом для всех рынков, и сюрпризом, наверное, и для нас тоже. Мне кажется, что ФРС, наверное, следовало бы уже начать сворачивать программу, потому что это, как бы то ни было, это нетрадиционная мера монетарной политики, и это искусственное накачивание экономики деньгами, да, и деньгами, которые часто не доходят до реального сектора. мне кажется, что ФРС сейчас... Ну, то есть, эта идея, она как бы себя изжила уже, да, она не приводит к какому результату, поэтому надо ее завершать, да? Думаю, что да. Единственный вопрос в сроках и темпах этого сокращения, и когда оно все-таки начнется. Мне кажется, что ФРС, в принципе, себя в какой-то степени уже загоняет в угол, потому что зависит от реакции рынков, с одной стороны, и во-вторых, создает на будущее очень высокие инфляционные ожидания, вот, и вероятно, вероятно, если инфляция будет действительно разгоняться в ближайшее время, я говорю уже, наверное, о перспективе следующего года, то им придется раньше поднимать ставки, чем они сейчас об этом говорят. Анвар, спасибо. Сейчас прервемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Новости. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Анвар Гелезиддинов, начальник отдела доверительного управления инфляционной компанией RMG, и Богдан Зварич, независимый эксперт. Мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовом рынке, задаемся вопросом, сможет ли российский рынок закончить третий квартал повышательной динамикой. Ну, сейчас об этом поговорим. Еще раз я напомню, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ, звоните, пишите, задавайте вопросы. И тем не менее, прежде чем, да, российский рынок будем обсуждать, давайте продолжим разговоры о событиях за океаном. Анвар, ну, собственно, твоя позиция такая, да, ты, как и для большинства, да, я так понимаю, для большинства наших коллег, решение Федрезерва было неожиданным и, на твой взгляд, неоправданным. Думаю, да. А, кстати, ну, как видите, субъективные вещи можно сюда, в эту кучку, тоже добавить, учитывая, что господин Бернанке не так долго остался до пенсии, он решил особо не будоражить, да, остаться в истории, так сказать, да, вполне одиозной фигурой. Все возможно. Я бы, наверное, не стал как-то пытаться критиковать решение ФРС, на самом деле, и, наверное, им виднее... Я знаю, кстати, кто активно критиковал решение Федрезерва. Да, воздержусь от критики. Да, 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 это те, кто в шортах стоял накануне, ждал этого объявления, а может быть, даже и превышения, 10-15 миллиардов, там, 20 миллиардов, и все вниз сразу же. А тут вынос был, вот я согласен. Хотя, в принципе, при должном терпении они могли закрыть свои позиции в нуле, в плюсе. Я думаю, при правильном подходе, потому что накануне вообще не надо, наверное, открывать или иметь там какие-то, да, близкие стопы. Инсайт вряд ли. Я понял. Хорошо. Кстати, я не ошибаюсь, была где-то статья по-плоть того, что кто-то получил информацию о том, что Федрезер... Читал я, да, в Фейсбуке. Ну, там что-то 7 миллисекунд каких-то, да, в Чикаго вроде бы... Успели получить... Успели уже, да, это все. На самом деле, на мой взгляд, вот, возвращаясь к Бернанке и к Куе, я действительно думаю, что... Я уже об этом, в принципе, на предыдущей передаче моего обсуждения не думаю, что до ухода Бена Бернанке будут сделаны какие-то шаги. Смысла в этом нет никакого. Он человек-программ количественного смягчения. Бен-вертолет. Может быть. Вот, как мы помним. И ему начинать это, наверное, не стоит. А вот, скорее всего, да, там уже будет дальше Джанет Елейн. О-о-о. А если говорить о преемниках, да, пока одна кандидатура, господин... Оренс, да, по-моему, как-то... Сами... Сами ссори, да. Снялся. Снялся, она осталась одна. Но она приверженит же той же самой политике. Она продолжатель дела. Это же самое лучшее для рынков. По одной простой причине. Потому что... Чего боятся больше всего трейдеры? Каких-то потрясений. Каких-то неожиданных движений. Согласен. То, что... Резко развернется тренд, да? Да. То, что придет прямой последователь Бернанке и его, как бы... Политики. Да. Его политики. Это огромнейший плюс для рынков. И почему... Помните, да, на уход Саммерса это как отреживание рынка? Было достаточно неплохое движение вверх. И это, собственно говоря, и показывает вот отношение инвесторов к тому, что придет Жан-Кьер Леонид, потому что она фактически сейчас единственный кандидат. Нет, есть, конечно, речь о том, что о третьем сроке Бена Бернанке. Да, кстати. Кто-то говорит, но я не думаю, что он пойдет, потому что если будет третий срок, ему действительно придется... При нем придется сворачивать программу количественного обучения. Я не думаю, что ему это хочется. Вот. И я думаю, что следующий год, наверное, с середины... Даже с середины следующего года возможно какие-то движения по сворачиванию. По сворачиванию будут снимать объемы выкупа. Но при этом, опять же, приход Джанет, я думаю, даст повод к тому, чтобы Федрезерв начал называть конкретные даты сворачивания. Такое возможно. Я, конечно, сейчас жду минуток от Федрезерва, да, с последнего заседания, потому что там на это тоже могут быть какие-то указания. Я понял. Кстати, Анвар, вот говоришь, да, о том, что в ситуации продления, да, программы количественного смягчения сложное положение, да, Федрезерв сам себя загоняет, и по этому поводу, что и ставки-то, да, будут вынуждены повышать раньше. Ну, есть какой-то определенный долгосрочный риск в том, что ставки будут повышены раньше, чем... Сейчас идет речь о каком-то пятнадцатом году, да, если и не позже, да, но, возможно, если инфляция там будет где-то как-то всех пугать, то, наверное, наверное... По крайней мере, начнутся разговоры о более раннем сворачивании, что будет, конечно, негативно для... Негативно для рынка, но для рынка фактики, в первую очередь, для коммунитетис, конечно. Которые как раз никому не нужны, поэтому... Но здесь есть один очень немаловажный фактор. Мы уже оба согласились с тем, что деньги эти не идут в экономику. Они в основном оседают на рынках, уходят на внешние площадки, да, и именно поэтому мы как бы... Мы не видим-то серьезного роста инфляции в США. Хотя закачано-то уже... Дай бог сколько. По идее, уже должен быть маховик инфляции, да. При этом, конечно, надо учитывать, да, что они сняли как бы дефляционное давление, безусловно, программу количественного смягчения. Но при этом инфляция, да, до сих пор не разгоняется. Опять же, сумма очень серьезная. Поэтому... Плюс еще, как бы, конечно, потолок госдолга, вернемся, собственно говоря, к первому вопросу, который был. Подъем потолка госдолга, он приведет к тому, что Федрезерву опять будет, что выкупать с рынков. И под это дело снимать программу количественного смягчения, я не думаю, что сейчас. Опять же, Федрезерв на это пойдет, потому что США будет, опять же таки, выходить на открытый рынок вновь. И, соответственно, покупки... Но покупки новые Федрезервом будут поддерживать достаточно низкие ставки по облигациям американцев. Смотрите, вот говоря о потолке, что это, в принципе, для рынков? Это новая страшилка, новый какой-то вот... таргет такой, да, на который сейчас опять мы будем ориентироваться, ждать его, нервничать, потирать потные ладошки и гадать, да, как они там пойдут, не пойдут, договорятся, не договорятся. Анвар, как ты считаешь? Наверное, это все-таки старая страшилка, потому что этот вопрос поднимается уже не первый раз в течение... И не первый год, да. И рынок в какой-то степени уже свыкся с этой неопределенностью, да, и пока не закладывает какой-то катастрофический сценарий вот в какие-то такие возможные решения. Вот, возможно, вот этот вот шаг по продолжению программы КУЕ, это аргумент в пользу... Еще один аргумент в пользу того, чтобы поднять потолок госдолга. И именно, наверное, для этого... На опережение. Накануне, да, накануне это было сделано. Пока не стал поддраматизировать это событие. Наверное, мы его пройдем точно так же, как и проходили раньше. Ну, совсем замечать, наверное, тоже смысла его нет, да? Мы будем... Конечно, конечно. Совсем не замечать. Да нет, безусловно, я соглашусь абсолютно с Анваром, потому что... Ну, вспомните конец прошлого года. Самый последний случай разговора о потолке госдолга. Ну, до последнего тянули. Мы в итоге вытянули. Потому что понятно, что договорятся. Да, вопрос. Понятно, что будут торговаться. И понятно, что договорятся. Найдут, что называется, точки соприкосновения, все сделают. Пугаться, соответственно, на мой взгляд, этого не стоит. Ну, смотри, для рынка все-таки какие риски, да? Вот эта приближающаяся вся эта катавасия, она несет какие рынки? Я думаю, что... Только повышенная волатильность. Повышенная волатильность, обусловленная словесными интервенциями, как со стороны противников, так и со стороны сторонников поднятия планки. Это, конечно, будет влиять на настроение инвесторов, будут скачки туда-сюда, но не более. Я не думаю, что сейчас есть хоть один повод сломать тренд в США. Ну, хорошо. По поводу повода сломать стренд в США, резко я, если позволишь, так сказать, в сторону заверну. Ты 10 минут назад говорил про двойную вершину в индексе S&P. Нашлась где она? Да. Под уровнем, ну, скажем так, под уровнем 1700, она уже немножко, скажем так, кривовато после вот этого вот выноса, который был последний в районе 1720. Ну, у меня на самом деле в картине по S&P, скажем так, что меня стимулирует во мне медвежье настроение? То, что после выноса, после пробоя максимумов мы не видим продолжения роста. Хотя, в принципе-то все хорошо, да? У нас и в Европе сложилось все достаточно неплохо, да? Да, Меркель победила не так уверенно, как хотелось. Нет, ну, она победила, да. И ей придется идти в коалицию и, соответственно, вот это, наверное, в Европе сейчас самый интересный момент. Подожди к Европе, подожди, я тебя прошу. С точки зрения рынков? Нет, нет, мы Европу сейчас обсуждаем. Возвращаясь к США, все я... Штатам, ты говоришь? С одной стороны, нет, фундаментально мы обсудили, нет оснований для лома тренда, для изменения тренда. Ну, двойную вершину, тем не менее, ты нашел. Она есть, она кривовата и пробой уровня 1630. Так, да. 1630, 1620. Кстати, двойная вершина, вот на недельках, наверное, она будет более убедительна, потому что там вот этот вынос прошлой недели, он как ложный пробой. Поэтому есть такая картинка, но я бы ее закладывал, но я бы на нее обращал внимание, но пока, я говорю, вот пока не вижу именно поводов, которые бы смогли, я не думаю, что потолок госдолга станет таковым поводом. Ну да. Там я просто сразу дальше думаю, у нас есть какие еще, да, триггеры, что называется, темы еще есть, до конца этого года я таких вот серьезных триггеров по США, если мы не увидим резкого ухудшения макроэкономических показателей в США, я не вижу поводов для сильного разворота. Единственный повод фиксация, потому что растут уж больно дома, да, и если этот повод будет использован. Кстати, опять не забываем, да, мы все время, ну, уже ближе к концу года будем наверняка об этом тоже часто говорить, и в сухом остатке, что некое ралли, да, конец года, рождественское, предновогоднее ралли. Как ты думаешь, Анвара, ну, в этом году состоится, на твоих словах? Вы знаете, наверное, все будет зависеть от разрешения вот этих, всех октябрьских страшилок, не нужно забывать, что у нас в октябре начинается сезон отчетности американской, который тоже... Ну смотри, о страшилках мы разобрались, скорее всего, да, рынок поколбасит, но все, ты сам говоришь, все договорятся, все все решат. Согласен, согласен, да. Скорее всего, это где-то, наверное, дело октября, может быть, начало ноября. В принципе, мы, наши компании, и я персонально смотрим позитивно на рынок акций до конца этого года и даже на 2014 год, но этому я... Рынок акций в глобальном смысле, да? Рынок акций... Или российский? Российский в первую очередь, ну и в глобальном смысле, конечно, в том числе, да. Но этому есть, мне кажется, немножко другие причины, отличные от американского фондового рынка. Это какие-то внутренние драйверы, которые в достаточном количестве, как мы считаем, накопились сейчас и могут... Это очень интересно, кстати. ...быть очень позитивно восприняты инвесторами. Мы сейчас как раз об этом тоже и поговорим. Об этом поговорим. Но, в общем, я резюмирую, сейчас мы пойдем на новости с вами. Резюмирую, да, переживать особо глобально, стратегически, да, о американском рынке, как минимум, нам не стоит, да. Высокая волатильность ожидаема, но рост продолжится. Аллилуйя. Итак, новости, потом продолжим. Зарабатывайте на крупнейших биржах мира вместе со спонсором программы «Сухой остаток» брокером «Ху Трейдс Лимитед Кипр». Информация о компании, ее услугах и тарифах размещена на сайте тройное w.finam.com.cy. Торговля финансовыми инструментами может повлечь риск потерь. Проконсультируйтесь у независимых экспертов перед началом торгов. Кстати, один из них сегодня в студии «Сухого остатка» это господин Зварич. Сейчас будем консультироваться. Что ты думаешь? Ну что, друзья, продолжаем эфир. «Сухой остаток» на «Финам.фм». Сегодня мы, как всегда, говорим о текущей ситуации на финансовых рынках. Ну, сейчас будем плавно-плавно переключаться на события на российском фондовом рынке. Забавно, где-то на нашем же сайте там обсуждаются, да, какие-то программы. И один из слушателей за это вопрос. Там была аббревиатура «ФРРФ». «ФРРФ». Забавно. Ну, «РФ», видимо, слушатель расшифровал все же. А что говорить такое «ФР»? «ФР». Фондовый рынок, да, Российская Федерация. Значит, я еще раз представлю моих гостей в студии «Анвара Гелезиддинов», начальник отдела доверительного управления институтной компании «РМГ» и Богдан Зварич, независимый эксперт. Повторю еще раз, независимый эксперт. И еще раз телефон студии 6510-99,6 код Москвы 495 сайт компания финам.фм Ну что ж, продолжим, продолжим. Анвар, давай, собственно, да, мы сразу же эту тему и подхватим. Итак, ты озвучиваешь свою позицию, позицию своих коллег и говоришь, что смотрите вы на российский рынок, на «ФРРФ», тот самый, да, позитивно достаточно как минимум до конца года. И для этого, что мне очень понравилось, я за это схвачусь, если позволишь, для этого вы видите некий внутренний, да, внутренний драйвер, внутренние, так сказать, идеи, перспективы. Давай о них поподробнее, пожалуйста. Ну, мы считаем, что российский фондовый рынок и вообще Россия как развивающаяся страна, она сейчас очень сильно выделяется среди других развивающихся рынков благодаря тому, что у нас довольно сильные государственные финансы, да, несмотря на то, что, ну, и даже как поддерживающий фактор, да, вот этому утверждению, это то, что мы бюджет на следующую, там, трехлетку, да, и на следующий год принимаем очень такой оптимистичный, нет, не оптимистичный, а вот именно сбалансированный, да, с точки зрения, с точки зрения, там, какого-то перспективы раздувания, там, бюджетных расходов государства и так далее. И у нас высокие, очень большие резервы центрального банка, которые, в отличие, допустим, от Индии, Индонезии, мы видим, мы видели кейсы последних недель, когда центробанки не могли справиться с давлением иностранных инвесторов на валюту, вот, и это сравнительно, и, я бы даже сказал, очень низкий, по сравнению с многими другими странами, уровень госдолга. Поэтому это стабильное, все еще стабильное, несмотря на все страхи, там, в отношении цены на нефть, экономика, и это не всегда замечается и должным образом как-то позитивно расценивается иностранными инвесторами, да. Но есть, конечно же, и много других драйверов, это и перспектива монетарного смягчения центрального банка, это вообще отдельная тема. Сейчас, на последнем заседании, вероятно, решения центробанка были в большей части обусловлены тем, что было вот это вот некое давление иностранных инвесторов на российский рубль и понизить ставки сейчас было бы, наверное, как бы вступить в конфликт со своими там текущими задачами по поддержке национальной валюты. Вот, но опция эта остается, неважно, когда она будет реализована до конца этого года, либо там, в начале там, следующего года, как только инфляция там, как ожидает центробанк, там, где-то немножко стабилизируется, Но у нас эта возможность еще есть, в то время, как в других развивающихся рынках и во многих развитых странах уже давно идут разговоры о том, что должна политика ужесточаться и ставки должны подниматься. А в некоторых странах, в Бразилии, в Турции, краткосрочные ставки также пытаются поднимать. Это нас выгодно выделяет, и это что-то вроде аналога русского КУЕ, может быть. Да, это, кстати, хорошая тоже тема. Ну, спасибо тебе, все достаточно подробно, если позволишь, тогда давай в детали. Ну, во-первых, Россия, как часть рынков развивающихся, да, имеет некие преференции по сравнению, ну, как минимум, с нашими соседями, ну, может быть, за исключением Китая, да, потому что достаточно обособленно в этой группе себя чувствует. Я, наверное, соглашусь, да, не знаю, Богдан поспорит, не поспорит. Единственный вопрос у меня есть сразу же Анвару, смотри, как бы ты, как бы нехорошо себя чувствовала Россия на фоне своих коллег по БРИК, все равно для того, чтобы деньги пошли, ну, а, в развивающиеся рынки, да, а, б, в частности, в России, на мой взгляд, должно что-то произойти вот в уме стратегического инвестора, ну, иностранца, прежде всего. То есть ему сначала захотелось по какой-то причине в развивающиеся рынки вкладываться, и среди них он нашел бы Россию, ну, по причинам, дело личного отношения во-во-во-во, а мы видим сейчас и на примере России, на примере других развивающихся рынков, что инвестор как раз на развивающиеся рынки в целом смотрит как раз печально, печаль, у него печалька в глазах, и он, да, собственно, по потокам капитала это вполне, да, осезаемо, он деньги оттуда, наоборот, выводит, он ищет какие-то другие способы их размещения, причем, как правило, он их находит, может быть, не парадоксально, на рынках развитых, где и риски, естественно, меньше, где порой и доходности даже больше, вот нет ли здесь парадокса? Ну, абсолютно с вами согласен, в том плане, что это дело, в первую очередь, отношения, да, и что у нас есть очень много конкурентов в этом плане, да, но я бы сказал, что, наверное, Россию в плане отношения нужно ставить в один ряд, действительно, с развивающимися рынками, вследствие вот этих неблагоприятных корпоративных практик, корпоративного управления, корпоративной этики, которые мы слышали и встречали, да, в последнее время, и я считаю, что это нормально, потому что именно поэтому мы и называемся развивающимся рынком, и до развитого рынка нам далеко, и абсолютно некорректно нас сравнивать с рынком Соединенных Штатов, с европейским рынком, говорить, что, а вот Европа растет, а Штаты растут, а почему Россия не растет? Да, мы двигаемся в ключе с другими развивающимися рынками, единственное, тут я считаю, важно различать, отличать мух, разделять мух и котлеты, да, и находить более выгодные рынки, и более сильные рынки, и менее привлекательные рынки, так скажем, вот я считаю, что, но даже с учетом того, вот этих всех неблагоприятных корпоративных событий, да, пробуксовывания отдельных реформ, кстати, это даже отдельная тема, эти реформы, мы видим, потихонечку и начинают реализовываться, это то, что обуславливает значительный дисконт России сейчас к другим развивающимся рынкам, я говорю сейчас о пенсионной реформе, об этих активных разговорах, о реформах в финансовой инфраструктуре, вот это вот недавнее введение Т плюс 2, то есть, все-таки, потихонечку, дело двигается, да, и это один из факторов, который должен в ближайшее время начать реализовываться, да. Я понял, спасибо, Анвар, просто как-то неожиданно, да, сидит независимый эксперт Богдан Зваль и молчит все время. Нет, я же не буду перебивать. Ну, давай позиции твои, Анвар, вот очень, на мой взгляд, убедительно, как минимум, все это дело озвучил. На мой взгляд, российскому рынку крупный приток иностранных инвестиций на текущий момент не грозит. Хорошее слово. Учитывая то, что мы даже на растущем рынке, на таком достаточно неплохом фоне, когда ФРС пообещает, что дальше будет заливать экономику деньгами. Когда высокая... Когда закончились выборы в Германии, фактически у ЕЦБ на текущий момент развязаны руки и у него есть шанс пойти на свое КУЕ очередное. Несмотря на все на это, мы видим, что на растущем российском рынке происходит вывод денег из фондов, инвестирующих в Россию. Почему? На мой взгляд, озвучил эту версию, это мнение свое уже неоднократно, сейчас инвесторы бегают из низкорисковых активов, в чуть менее, в чуть более рискован. Никто сейчас не готов идти... А по фамилии можешь ты назвать? Не инвесторов, конечно. А рынки? А активы, да. Низкорисковые, это кто такие? Низкорисковые, это, я думаю, американские, немецкие облигации. Чуть более рискованные, это, соответственно, европейские рынки. Акции уже, да? И американские акции. И вот дальше вот этого вот идет только спекулятивный капитал, которого на наш рынок, да, может притекать, но его немного. Бежит он отсюда очень быстро. Так же, он забегает быстро. Как и приходит. Как приходит, так и уходит. Здесь, на мой взгляд, необходимо изменение отношения к риску у инвесторов. Сейчас инвесторы, несмотря на, несмотря на, ну, все вот это вот, вроде как все хорошо, да, но, видимо, не все так хорошо, потому что инвесторы сейчас предпочитают не рисковать. Даже учитывая то, что есть шанс, да, что развивающиеся рынки настолько недооценены, и они могут принести достаточно неплохую прибыль. Даже учитывая это, инвесторы все равно предпочитают развитые рынки с низким уровнем риска. И это на текущий момент, на мой взгляд, нормально, потому что ситуация ни в американской экономике, ни в европейской экономике не является стабильной, и мы не видим стабильного роста. Если сейчас, вот, грубо говоря, создаться такая ситуация, когда инвесторы увидят, что американская и европейская экономика готовы на протяжении достаточно продолжительного времени, трех-пяти лет, допустим, показывать уверенный рост именно экономика, не рынки. Вот в этом случае, безусловно, инвесторы тут же побегут выкупать развивающиеся рынки. Но для того, чтобы это случилось, экономика действительно, сама экономика, опять же, повторюсь, не рынки, должны начать показывать признаки жизни. А, кстати, смотри, если можно поконкретнее, да, ты говоришь, при условии, что инвестор позитив увидит в, да, там, глобальной экономике, экономика развитых стран, что они будут... Скажем так, во флагманах мировой экономики. Прирост, и они побегут в развивающиеся рынки. Вот здесь тоже, в чем логика-то? Это значит, что они будут уверены в том, что за развитыми потянутся и развивающиеся, и пока они дешевы, надо их высадить. Да. Пока же мы видим то, что экономика растет в очень большой степени за счет госрасходов и государственного влияния. Этого инвесторам недостаточно. Поэтому они предпочитают сейчас именно те экономики, которые более устойчивы, те рынки, которые наиболее... обладают наибольшей ликвидностью. Это, опять же, еще один огромнейший минус российского фондового рынка. Почему? Это ликвидность. И именно поэтому они предпочитают сейчас сидеть в Европе и в США, в Японии, там, где они знают, что они сейчас войдут в рынок, они его не вынесут на новые вершины, вот буквально нам не пронесут 10%, пока будут покупать, а когда будут продавать, не обвалят рынок на те самые 10%. Именно, вот, собственно говоря, вот эти вот две основных проблемы, ликвидность и нехватка, отсутствие уверенности, да, они как раз в сумме и не дают развивающимся рынкам, и в частности российскому рынку, показывать динамику, потому что если бы у нас была высокая ликвидность, сюда бы даже все равно пришли инвесторы, даже несмотря на риски, потому что они знали бы, что они эти риски смогут хорошо контролировать. Понятно, если бы у нас была высокая инвесторность, это определение означало, что здесь у нас есть много инвесторов, больших денег. Рынок сейчас голый, практически без денег, без оборотов. Вот из-за этих двух проблем получается такая ситуация, что западные инвесторы крупные сейчас сюда не пойдут. когда сложится такая ситуация в Европе и США, в развитых экономиях, которая покажет, что действительно они готовы расти 3-5, может быть, даже 10 лет, я пока не знаю, потому что я не вижу поводов для такого роста. Сейчас опять, как я уже сказал, все... И, кстати, QE, как это было год, два или там сколько, три назад, уже не повод для этого. Да, абсолютно. Абсолютно. То есть рынки, скажем так, уже получили иммунитетку. Именно поэтому, вот опять же, я приводил пример, вынос вверх, пробой максимум, а дальше рост. И выдохлись. Кстати, в прошлом году было примерно так же. Спасибо, спасибо еще раз новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, давайте продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках, ну и сейчас более детально о перспективах российского фондового рынка, в частности, эту тему мы обсуждаем. С моими гостями, я их еще раз с удовольствием представлю, в студии сухого остатка Анвар Гелезидинов, начальник отдела доверительного управления компаниционной компанией РМГ, и в студии сухого остатка Богдан Зварич, независимый эксперт. Ну и, кстати, Богдан Зварич принимает участие, номинирован на премию, которую радиостанции Финам.фм проводит сейчас, да, первая экспертная премия. Он единственный в этом списке независимый эксперт. Не ангажирован, да? Так, ладно, хорошо. Ну, на всякий случай еще раз я назову телефон 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Продолжим обсуждение перспектив российского фондового рынка. В общем, насколько я правильно, Богдан, твою позицию, по крайней мере, понял, в общем, все с трепетом пристально смотрим мы, да, за океан, как ребята там оживают, как они живут, как растет экономика, собственно, как только позитив какой-то мы там наблюдаем, в Америке, потом в Европе. За океаны в Европу. Да, да, да. Вот. Там потом в Европе и, соответственно, уже говорим, о, сейчас и к нам придут. Ну, да. Так примерно. Думаю, что да. Но, я говорю, это должны быть такие достаточно уверенные, уверенные движения либо уверенные, скажем так, уверенный тренд экономики. А сейчас, смотрите, возвращаемся, мы о Европе сегодня практически не говорили, хотя вот, недалеко на этих выходных прошли достаточно важные выборы в Германии, да, партия Ангела Меркель победила, но не так уверенно. И сейчас один из таких самых интересных моментов в Европе, на мой взгляд, это формирование правительства в Германии. Соответственно... Эти проблемы будут, как ты думаешь? Потому что, в принципе, вот эта неуверенная победа, да, она заставит... Здесь будут проблемы, и партии Меркель придется идти в коалицию. И за эту коалицию ей придется платить местами в правительстве. И это самое интересное, что получат, скорее всего, левые, я так понимаю, что они получат, какие посты. Иначе, соответственно, не проходит Меркель в качестве главы германского правительства, потому что голосов не хватает. Это, на самом деле, очень интересный момент, и за ним надо очень внимательно следить, потому что Германия один из главных влиятелей на ЕЦБ. И если все будет хорошо, я думаю, что ЕЦБ, а у ЕЦБ будут развязаны руки, я думаю, что сейчас до выборов он сдерживался проводить дальнейшую программу количественного смягчения, дальше снижать ставки, потому что бы не показать инфляционных ожиданий, инфляционного давления, чтобы не огорчить германских немецких избирателей. Соответственно, сейчас этот вопрос снят, то есть повестка выборов снята, сейчас главное теперь как будет сформирован и каким станет правительство Германии. Я думаю, что у ЕЦБ, опять же, как я уже сказал, развязаны теперь руки, и вполне возможно, что мы увидим в случае ухудшения, а европейская экономика сейчас еле-еле тормозит, фактически второй квартал этого года был первый, когда европейская экономика показала после шести кварталов, если не ошибаюсь, падения, показала рост. Что позволило официальным лицам говорить о выходе из рецессии. о выходе из рецессии, но я... Рапиться не надо, да? Да, ну а вдруг это тот самый отскок до хуй кошки. Рапиться не надо, как говорил известный персонаж. Безусловно, поэтому как я уже сказал, еще раз повторюсь, у ЕЦБ развязаны руки, и он может пойти на дальнейшее стимулирование и снижением ставки, и вливаниями монетарными. Я понял. Анвар, твой взгляд на события в Европе, действительно ли вопросы, собственно, решены, все вопросы решены? Ну вот я как раз вопрос-то Богдана озвучил, по поводу формирования правительства, может же быть какие-то танцы опять там, телодвижения, торг опять, да, возможно торг, возможно какие-то там... Полностью согласен здесь с точки зрения Богдана, и здесь мне даже наверное добавить остается немного. Единственное, с точки зрения отношений, с точки зрения восприятия этой ситуации, мне кажется, что Меркель и возглавляемая партия вот эта вот ХДС, которая сейчас победила на выборах, а теперь в глазах избирателей эти люди выглядят как люди, которые вывели еврозону из кризиса. по крайней мере, так, вот такой ореол вокруг этого всего, и так это наверное... Ну это была одна из главных предвыборных фишек, так скажем, вот этой вот партии, и естественно, да, придется Меркель здесь на коалицию идти, и действительно будет иметь значение, какие посты будут занимать эти люди, и кто будет наверное в руководстве ЕЦБ у руля главного монетарного органа еврозоны. Давайте наблюдать за этой ситуацией, посмотрим. Ну то есть, как минимум, смысл наблюдать за этим тоже есть. На самом деле, здесь еще немножко добавлю, дело в том, что то, что у ЕЦБ развязаны руки, это очень хорошо, потому что проблемы остаются, потому что, ну, ВВП еврозоны это средняя температура по больнице, а остаются страны, у которых достаточно серьезные проблемы. Я просто тоже использую эту метафору, представил, средняя температура по больнице вот такая, но там, если посмотреть на каждого пациента, у одного под 50 там температура, а другой замерзает. Ну да, поэтому не решены проблемы в той же самой Испании, потому что безработица там просто бешеная, плюс кризис на рынке жилья, плюс достаточно серьезный объем долга. Да, понятно, что перед выборами в Германии теми или иными способами, я думаю, что европейские проблемы замяли, но это не значит, что они ушли вообще, что они решены, и вообще европейская экономика готова к росту, ничего подобного, именно поэтому я второй квартал этого года пока оцениваю именно как отскок дохлой кошки европейской экономики, потому что вот, ну, что называется, как говорил Станиславский, не верю пока что. Понятно. Кстати, я вспоминаю опять, в воскресенье закончатся выборы, но там уже экзит полы, предварительные, да, к понедельнику, по крайней мере, к началу торгов на валютном рынке уже было более-менее все известно, евро практически не отреагировал на это, он в принципе должен был обрадоваться, да, как... Ну, а здесь, а что евро реагирует? С одной стороны, ничего не изменилось, да? Ну, уже хорошо, представляешь, если пришла какая-то другая партия к власти. Это было маловероятно. Тут был вопрос именно в раскладе количества голосов. Вот. Соответственно, здесь, если приходит Меркель и ЕЦБ начинает монетарное стимулирование, с одной стороны, он заливает деньгами, да, делает евро дешевле, с другой стороны, это помогает европейской экономике, что делает евро дороже. Вот. Поэтому, собственно говоря, никаких... Зато какая реакция была на решение ФРС. Вот. Какой там выстрел был. Вот. Поэтому, так что, на мой взгляд, вот в такой реакции евро... А, кстати, 1.35. Сейчас евро, доллар 1.35. Да. Я думаю, что до 1.38 может дойти. Может. Да. Это же так кажется. Даже пробить... И фунт, наверное, в районе 62-й фигуры. Где-то вот. Увидим. Что-то такое. Есть такая вероятность. По крайней мере, вот мне, на мой взгляд, такой сценарий видится логичным по тому графику, который есть в евро-долларе. Вот. 1.38, это сейчас вполне логичная цель. Понял. Ну, ладно. Смотрите, немного времени. Давайте вернемся же к российскому рынку. А, впрочем, мы заговорили о валютах. И, наверное, не грех обсудить отечественную валюту, да? Доллар, рубль, пресловутый. Учитывая, что... Любимый. Любимый и родной, да. Учитывая, что события, да, достаточно драматические последние. Там, 10 торговых сессий, как минимум. Вот сейчас 31.60 нащупало напору, судя по всему, 31.90. Сегодня торгуется, там, почти 32. Ну, и дальше, что можно ждать от российской валюты? Увидим ли мы там, я не знаю, 31, 30 с полтиной, а может кто-то еще ниже мечтает ее подбирать, да, или там продавать, наоборот, покупать доллары. А может быть, все это вот... Ну, и даже, я подчеркну, да, что укрепление рубля было достаточно интенсивным. Оно похоже на какую-то эмоциональную, да, не исключительно не фундаментальную. Это скорее была коррекция. Эмоциональный разгруз такой. Анвар, давай с тебя начнем. Как ты видишь рубль в ближайшей перспективе? Думаю, что к концу квартала на фоне Windows Racing, наверное, попробуют еще рубль укрепиться, подрасти где-нибудь в район 31,60, недавних максимумов 31,50. Но, действительно, укрепление было очень таким резким, значительным за короткий период. И, наверное, после 30-го числа, после, особенно, периода налогов, выплаты вот этого ежемесячного, мы, скорее всего, как мне кажется, увидим откат валюты в район 32,5-33. Ну и туда, к недавнему, 33,50, да, или вряд ли уже там? Мне кажется, вряд ли. В 33, ну, наверное, где-то в район 32,50, 33 на фоне, особенно страхов, которые будут с глобальных рынков приходить. Наверное, мы там его и посмотрим. Я понял. Магда? На мой взгляд, вот эта вот волна снижения, укрепления рубля, которую мы видели, она докатилась до очень важного уровня 31,50 по доллару. Это была волна коррекционная. Мы достаточно, мы на протяжении фактически всего года видели рост доллара по отношению к рублю. И вот эта вот волна, она так достаточно хорошо скорректировалась и, на мой взгляд, от текущих уровней мы можем увидеть продолжение ослабления рубля, потому что спрос на валюту на внутреннем рынке продолжает присутствовать. Уход капитала продолжается, да, и, возможно, перебьет все прогнозы, которые были сделаны. То желание Минфина, которое там, я не помню, в районе 60, что ли, миллиардов, он говорил, что это будет нормально. Вполне возможно, что эта цифра будет перебита, вот, и, соответственно, это будет, конечно, продолжать давить на российскую валюту. И доллар, и евро, вот кто сильнее, пока не знаю, учитывая то, что мы вот только что говорили, да, то, что евро может там до 1,38 дойти, здесь, соответственно, больше приятно смотрится евро, конечно, с этой точки зрения. По сравнению с долларом, да? Да, по сравнению с долларом, но в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, все-таки у доллара лучше. Я понял, перспективы лучше. Спасибо огромное. Анвар Глизидинов, Богдан Зварич, судья Сухого Остаткова. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.